Благословенного дня и доброго утра всем, кто вместе с нами садится за стол и желает принять от божественного источника, от божественного хлеба подкрепление на старте дня. Я рада, что такие люди есть, рада, что число вас умножается, и мы с вами расширяем пределы Божьего питания. Вы знаете, это такая божественная, ну если не столовая, то божественная трапезная, наверное, так можно ее назвать, и пусть она будет для нас всегда наполнена и содержанием, и его приготовленной пищей. Те ингредиенты, которые были нужны народу израильскому, который ходил по пустыне, а Бог точно знал, что кому надо, в манну входили эти составляющие микроэлементы и все, что нужно из витаминов, и у нашего внутреннего человека есть запрос. А тем более со временем дефицита здравого смысла, дефицита того, что является признанием Божьего авторитета в его словах, когда очень много сейчас брошено демонических сил для того, чтобы человека отвернуть от Библии, дать ему любую другую суррогатную пищу. И, кстати, посмотрите на физический мир, как это тоже очень похоже. Вроде бы все есть в магазинах, но насколько это небезопасно сегодня принимать в наши тела. И то же самое, сегодня так много предложений, информационных полей, где ты можешь поесть. Но будет ли это безопасно для тебя? Потому как там много суррогата, там много подмешанных состояний, которые не нужны твоему духовному человеку и внутреннему человеку, а они как раз могут размыть границы, размыть ценности и удалить настроение человека от принятия Божьего слова. По крайней мере, я с этим встречаюсь сегодня все чаще и больше, когда лично общаюсь с людьми и узнаю их отношения к библейским посланиям. То есть люди честны в этом, когда говорят о том, что нет желания, пропал интерес, нет понимания и, в принципе, не хочу себя заставлять или быть лицемером в этом. Вы знаете, интересно, лицемером в течении Библии быть не хотят, а в образе жизни согласны. Ну, зачем мне сейчас в грязь лицом, да? Я просто сделаю какой-то вид, одену маску и там нормально. А вот в этом ключе вдруг честность какая-то появляется и говорят, нет, я не хочу лицемерить. Но с другими сравнениями, если мы посмотрим, допустим, когда человеку нужно есть, а у него сейчас аппетит пропал, то он хотя бы сколько-то, но питается, потому что организм в этом нуждается. Может быть, пищу специальную выбирают, да, диетическую, но в любом случае питание происходит. Но почему-то в духовном плане люди так не размышляют. И потому я хочу, чтобы здравый смысл вернулся к нам и понимание, что если я не читаю, я не обижаю Бога, я не обижаю Его, а я себя превращаю в того, который становится дистрофиком духовным. Вот, друзья, что для нас важно как понимание критериев. И потому, когда мы читаем Божье Слово и размышляем вот по этой капельке, может быть, даже вот этой капельке тебе будет достаточно, чтобы выжить, но это недостаточно, чтобы развиться, чтобы духовно становиться крепким. Поэтому пусть сегодняшняя пища для вас будет тоже превращена в обмен веществ и в результативность на энергию, на результаты, на плод. И так как мы рассматриваем уже пятый стих, но мы не закончили четвертый. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящегося Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Это то, о чем мы не успели поговорить. Клянется хотя бы злому и не изменяет. Вы знаете, друзья, это такой очень спорный как бы на логику вопрос. Во-первых, зачем клясться злому? Это первое. Во-вторых, хочется все-таки сказать, что, в принципе, обещания давать раньше времени не стоит. Надо поразмыслить так, как люди, которые коварны, они заставляют человека принимать решения прямо сейчас. И у них есть такая позиция срочность. И как только ты начинаешь эти вещи слышать, срочно ты дай обещание, что ты это сделаешь, остановись, не давай обещания. Потому что если ты его дал, то Библия предлагает уже тогда быть в этом верным. Потому что ты сам себе даешь установку. Если ты готов переступать данные когда-то обещания, то ты начинаешь жить в размытых границах своей собственной личности, когда перестаешь себя ощущать как ценность, как определенного рода целостность твоего внутреннего мира. Поэтому да, сохранит нас Господь от неправильных клятв. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем об этом с Тобой говорить. Нам важно понимать вообще, кому и перед кем нам важно давать обеты. И Ты, Бог, любящий обеты, но не перед теми людьми, которые коварны, которые заставляют человека и вынуждают его сделать тем более срочное решение, не давая на это время. Вот от этого нас избавь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok